Путин заявил, что вся страна переживает в связи со смертью самарских военных в Макеевке 1 января. Это он губернатору Самарской области Азарову сказал, да все забыли про них. Кто там переживает? Переживает. И там убито 89 человек погибли. Какие 89? Там 500 человек убили. Причем загнали смотреть Путина. Они смотрели Путина, и тут прилетело им нормально так. Никто не переживает ни за кого. И Вова самое главное ни за кого не переживает. И Азаров этот ни за кого. Никто ни за кого не переживает. Если переживали, разве Вова устроил такой рок-н-ролл? Нет. Он за себя сейчас переживает, что у него не приют. Славьев спрашивает меня, как реагировать. Говорит, мы нахрен уничтожим польские градоракеты. Его будет о чем-то спрашивать. Вот он, Симоньян и все остальные не понимают, что попали в жопу. Если у Иосифа Пригожина был такой, боженька ему дверь открыл, то этим ничего он не открыл. Ну, представьте, боженька Пригожину открыл дверь, тот мог в нее выскочить и хренами Путина покрыть. И все. И нормально. То есть, к нему вопросов не было. А этим, боженька, не открывает такую дверь. Они не могут свалить никуда. И, конечно, у них очень серьезное сейчас башка разрывается, очень серьезное положение. Семьям мобилизованных из Липецкой области пообещали особую меру поддержки – это бесплатный шиномонтаж. Помните, сразу вспоминается анекдот про святое озеро. И тут трое – слепой, глухой и безногий такой едет на тележке, на утюгах. Значит, и смотрят – святое озеро, исполняет желание. Ну, подбегает слепой, пошли слепой с глухим. Глухой берет воду, раз, уши помыл. Я слышу, слепого туда заталкивает, тот глаза помыл. Я вижу, вот этот безногий проехал на тележке по мелкоте. О, шины новые. Вот так и здесь, да? Шины новые они. И то не новые, а шиномонтаж бесплатный. Просто жесть какая-то. Национальный центр управления обороны Минобороны отменил стратегические учения «Запад-2023», о которых министр Шойгу заявил недалеко в декабре. А там некого, нечего посылать. То есть, это только они, как в том анекдоте. Помните, когда солдаты автомат пропили, как он, к чёрту, и говорят, а что нам делать, у нас учение. Тот говорит, да ладно, будете бежать, так делать. Ну, они, ладно, бегут, делают во время учений. И тут кричат «Воздух!» Из-за леса какие-то мужики в лётной форме выбегают. Вот так и здесь, это вот «Запад-2023». Когда всё пропили, всё это разворовали, а остатки на украинском фронте все погибли. Трое курсантов скончались в военной академии связи имени Будённого под Питером. Все одновременно что-то, у них случились приступы, похожие на эпилептические. И пена изо рта шла, в общем. Ну, у троих сразу эпилепсии, это не может случиться. Военные потеряли ящик с 20-ю гранатами Ф-1 и 20-ю запалами к ним в северном районе Брянской области. Он выпал из машины при перевозке в расположение воинской части. Бдительный местный житель собрал и вернул 5 гранат и 10 запалов. Остальные расточили жителей близлежащих деревень. Идиот конченый, да? Знаете, почему он идиот? Потому что вот он сейчас притарален, но он скажет, а где остальное? 100%. Скажет, ты что, ты это принес, а остальную-то куда-то запрятал. Сейчас и будут его еще лупить, как футбольный мяч, чтобы он признался. Ну, или, по крайней мере, рассказал, кто еще там растаскивал это все. Минобороны сообщило о перехвате самой дальней умной бомбы ВСУ. Вот представляете, самую дальнюю бомбу ВСУ впервые перехватила, да, противовоздушная оборона, может, она сама упала. А под Москвой, да, ну, фактически уже в Москве, в Новой Москве, не смогли даже обнаружить беспилотник. Он прилетел, упал, его никто не искал, если бы ни мужик с собакой, он вот так там и сгнил этот беспилотник. Представляете, какая прелесть? Ну, это вообще жесть, конечно. Они рассказывают про совершенно чудесную противовоздушную оборону, а в результате она никак не работает. Вот они сбили, как они утверждают, снаряд ГЛСДБ. Ну, то есть, что это такое? Берётся обычная бомба, устанавливается в такую систему шведскую, да, которая, ну, как бы это сказать, ну, ракета, ракета, да, но корпус такой, да, который может транспортировать любой заряд. То есть, любой заряд ты туда суёшь, эта штука полетела, сама нашла цель, ударила по ней, ну, для того, чтобы старые бомбы, старые какие-то системы использовать, снаряды крупные и так далее. Вот для этого эту систему создана. Я вполне допускаю, что они смогли силами ПВО её сбить. Вот это вот одну штуку, сколько их прилетело, мы не знаем. Судя по количеству у веенных там путинских военных, не сильно удавалось сбивать что-то ПВОшникам, да. Эти снаряды ещё не поставлены на Украину. Так поставлены они или не поставлены, это вообще не имеет никакого значения. Не имеет значения, сбили они или не сбили, как вы не понимаете. Имеет значение, что происходит там. Не то, что говорят. Говорить можно всё, что угодно. А что там происходит? А происходит то, что там уже к 200 тысячам потери, только убитыми у России, да, подтягиваются. Продолжение следует... Продолжение следует...